День добрый, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про замечательное растение, это лофос. По-латинскому он называется лофос пермом, а в народе его называют вьющейся глаксинией. Почему я именно взяла сегодня этот цветок? Потому что многие садоводы его недооценивают. Всего лишь по одной причине. Может быть не хватает знаний, может быть у кого-то времени не хватает. Его нужно сформировать в свое время и вовремя. Я немножко расскажу, что для него нужно для хорошего выращивания. В идеале он выглядит вот так. Посмотрите, какие красивые кусты нарастают, длинные нарастают. У меня лофос в экземпляре с белыми цветами. Другого цвета нет, потеряла, но обязательно добуду. Мне очень нравится, что цветы... Посмотрите, кстати, почему вьющаяся глаксиния? Цветок очень похож на глаксинию, но на этом их сходство заканчивается. Больше у них ничего общего нет. Лофос, он именно цветет гирляндами, красивыми гирляндами. Корень у лофоса клубневидный, поэтому ему нужна емкость более глубокая. Я посадила в емкость, какая есть. Минимум рекомендуют 20 см и больше, потому что все-таки корни уходят туда, вглубь. Поэтому еще раз повторюсь, выбирайте на будущую емкость более глубокую. Тогда он себя более красиво покажет. Кстати, это растение очень светолюбивое, но оно любит рассеянный свет, не прямые яркие солнечные лучи. Кстати, когда попадают прямые солнечные яркие лучи, листики могут немножко подгорать, и цвет листвы становится такой тускловато-зеленый. Не очень-то и красиво. За сезон, это, кстати, многолетнее растение, оно у нас выращивается как однолетник. Но вы можете в конце сезона его обрезать, занести, поставить на подоконник, либо есть у вас теложи, дать ему подсветочку, и на следующий год пересадить в большую емкость, и она будет опять, этот цветок вас опять будет радовать. Плетья у лофаса за сезон вырастают до 3 метров, да, и в зависимости, конечно, от условий. У меня примерно самый длинный был где-то метра полтора. Больше полутора метров у меня не нарастало. Ну, как вы сами понимаете, погода, особенно в этом сезоне, к нам почему-то неблагосклонна. Моток, град, ветра, очень сильные ветра у нас, очень сильные. А, кстати, у него плети такие ломкие, хотя вот ветра не выдерживает. И когда вы будете пересаживать растения, будьте внимательны, могут поломаться плети. Поэтому к чему я веду? Я веду к тому, чтобы вы, когда покупаете растения, когда покупаете черенки, чтобы начали их формировать пораньше. И пересадку сделали пораньше, чтобы не травмировать, если у вас уже будут большие плети. И не доводите длинные большие плети вот именно в таком состоянии. Старайтесь сформировать, а только потом пересадить. Теперь расскажу самое важное про формировку. Те, кто не формирует лофас, он у них вырастает однобокий, очень мало плетей, и люди начинают разочаровываться. Но если вы в самом начале сезона, когда приобрели черенок, начнете его прищипывать, да, вот можно поближе показать, смотрите. Я сделала здесь прищипку где-то раз, два, три, на четвертым междоузлим. Видите, вот прищипочка идет. И здесь заметно, что начинает провоцироваться рост боковых побегов. Ниже уже боковые побеги спровоцировались. Особенно, вот видите, вот идут боковые побеги, очень, ну, такие хорошие. Теперь, вот сейчас акцентирую внимание, прям делаю большой акцент. Как только боковой побег вырастет на два междоузли, вот смотрите, раз, два, и начнет чуть побольше, мы отщипываем, оставляем два междоузли. Для чего? Для того, что с боков спровоцировать еще рост, для того, чтобы у нас была пышность. Посмотрите, прищипнуты, прищипнули его, и он начинает снизу расти, с этих бочков расти, с этих бочков расти. И чтобы еще пышнее, повторюсь, формируйте его в течение примерно трех-четырех недель после каждых двух междоузлей. Это такой, как будто, это даже не секрет, это нужно с растением сделать для того, чтобы оно было пышное. Посмотрите, у нас еще месяц, конец июня, но это растение очень пышное. За июль, за август оно наберет силы, оно наберет роста, и будет шикарнейшее растение. Постараюсь в конце сезона его показать, показать все свои растения, как они себя показали. Еще раз напомню, что он цветет такими длинными, красивыми, шикарными гирляндами. Если, кстати, откуда пришел лофас, он пришел у нас с Америки, с тех краев. Вот, по-моему, в 17 веке его начали уже как домашнее растение выращивать. И если ему создать условия, он может цвести круглый год. Но один-два месяца ему нужно давать покоя, для того, чтобы он опять набрал силу и опять цвел. Поэтому это растение очень выгодное, классное. Его еще можно выращивать не только в контейнерах, да, его можно выращивать в открытом грунте. Он будет смотреться как почва-покровник, можно на возвышенностях, да, если бывают, знаете, клумбы такие на возвышенностях. Там можно выращивать. Почему бы, да, очень хорошо себя показывает. Поэтому, друзья, какой же ему нужен субстрат? Субстрат нужен приближенный к обычной земле, в которую мы всегда садим. Но я, как и все растения в этом сезоне, я сажу его в агробал, добавляю часть земли с огорода. Ну, у нас привезенный чернозем, я его добавляю. Добавляю перегнойчика, осмокот обязательно добавляю. Но это растение очень-очень любит подкормку. Поэтому в течение сезона раз в 7-10 дней подкармливайте удобрениями для цветущих растений, для того, чтобы спровоцировать хорошее, бурное, обильное цветение. И я вас уверяю, вы влюбитесь в это растение. Оно вам очень-очень понравится, потому что оно есть в разной цветовой гане. У меня в прошлом сезоне был еще такой, знаете, розовый, он тоже очень красивый. Есть бордовые такие, красноватые. И если в вашей коллекции появятся 2-2 расцветки, это будет классно. Гости, близкие, родные обязательно заценят его. Глаз всегда будет на него падать. Поэтому, друзья, давайте еще раз подведу такой сухой остаток. Для него очень важен горшок. Чем глубже, тем лучше. Это первое. Второе, ему нужен хороший свет, но рассеянный свет, потому что прямые солнечные лучи, нет, это не из тех цветов, которые любят. Это не петуния, которая любит, да, прям солнце и солнце и солнце. Следующее, это обязательно, обязательно. Прищипка, прищипка в течение 3-4 недель, через каждые 2 междоузли, тогда у вас будет вот такой замечательный шарик. И, конечно же, подкормочкой. Но самое важное, обязательно перчите его своей любовью, своим хорошим вот этим внутренним духовным отношением. И этот цветок вас отблагодарит своей изящностью, красотой, набитостью цветов, своими гирляндами. Ну, а на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Помните, красота спасет мир. И он будет, как крашен. До скорых встреч, друзья.